Следующий доклад — это история о том, что такое Elasticsearch и как он используется в наших продуктах. Расскажет вам об этом бэкэнд-разработчик продукта крышек EZ MirasLess. Но перед тем, как Miras начнет, я отвечу на вопрос, который несколько раз уже встречался в чатике. Да, запись докладов будет. Miras, тебе слово. Ребята, всем привет. Ребята, всем привет. Меня зовут Miras, и я являюсь бэкэнд-разработчиком в команде крышек EZ. И сегодня я хотел бы рассказать вам о том, как мы используем Elasticsearch для поиска объявлений на нашем сайте крышек EZ. И для начала хочу показать вам нашу поисковую форму на сайте. На самом деле она довольно простая. То есть мы тут видим просто обычные чекбоксы, несколько дропдаунов, селектов и текстовых полей. И в принципе не составляет большого труда сделать какой-нибудь поисковый запрос и отправить его в базу данных и получить соответствующие записи из нее. Тем более, если вы используете какой-нибудь популярный фрейморк, это делается в разы быстрее и облегчает такую вот работу. Как это выглядит? Есть у нас пользователь, приложение и, соответственно, баз данных. Пользователь взаимодействует с приложением, а приложение, в свою очередь, делает различные поисковые запросы в баз данных. Ну и, соответственно, мы получаем от нее ответ. Ну, наступает момент, когда наше приложение расширяется, дополняется новым функционалом, она увеличивается, тем самым привлекая все больше и больше пользователей. Пользователей становится больше, они заходят чаще в наше приложение, и приложению приходится делать все чаще запросы в нашу базу данных. И рано или поздно наступает момент, когда наша база данных начинает сдавать. Конечно, можно его максимально оптимизировать, можно закешировать все, что можно закешировать, иногда даже то, что нельзя кешировать. Представьте, что вам нужно добавить дополнительные функционалы в вашу поисковую систему, такие как автоподсказка, либо автодополнение. И что делать, если еще добавить нужно полнотекстовый поиск? У многих реляционных баз данных уже существует из коробки полнотекстовый поиск. К примеру, у MySQL есть индекс CoolText, который в принципе справляется со своей задачей на отлично, если данных не так много. Но когда данных становится все больше и больше, они начинают терять в скорости. Они не так функциональны, то есть настроить как-то тонко под конкретный кейс его не получится, так как он не имеет дополнительных опций для настройки. Трудно расширяемость. Добавить какой-нибудь язык дополнительный, либо морфология языка, это просто нереально практически, либо это приходится делать через сторонние сервисы и плагины. Ну и в конце концов, это не их приоритетная задача. Основная задача реляционных баз данных – это именно хранить структурно и надежно, чем исправляется реляционный баз данных. Но точно они неэффективны во время поиска в больших объемах данных. И что делать в таком случае? На самом деле сейчас существует очень много решений, и об одном из них я хочу вам сегодня рассказать. Встречайте, Elasticsearch. Это мощный поисковый движок, позволяющий организовать эффективный поиск в базе данных. Основная задача является полнотекстовый поиск с учетом различных морфологий языка и ранжированием релевантности при выдаче ответа пользователю. Представляете из себя новую SQL баз данных, то есть нереализационную базу данных и управляются полностью через HTTP-запросы. Внутри Elasticsearch вы получите эффективный поиск на вашем сайте. Что он может? Во-первых, нечеткий поиск. Часто пользователи делают ошибку, когда вбивают какой-нибудь поисковый запрос на сайтах, не знаю, в том же в Гугле. К примеру, я тоже делаю часто ошибки, но Гугл мне не возвращает ошибку, а предлагает максимально близкий мне поисковый запрос, что зачастую и является таким же. Правильно, верно. Благодаря Elasticsearch можно реализовать такой же функционал. Следующий. Полнотекстовый поиск с учетом морфологии. Часто бывает то, что в базе хранится слово с одним окончанием, но пользователь пытается его искать совершенно с другим. Либо с каким-нибудь фразой, и поиск просто не может его правильно найти. Elasticsearch позволяет это очень четко, эффективно реализовать, сделать поиск хорошим. Последствия результатов. Очень крутая фича, на самом деле, когда в поисковой выдаче посвечиваются те ключевые слова, по которым мы делали поиск. Автозаполнение и подсказка. К примеру, тот же Гугл нам уже предлагает какие-нибудь решения поисковые до того, как мы завершим вбивать в поисковой строке наш поисковый запрос. И поиск по геометкам. У Elasticsearch есть очень обширные возможности для работы с геометками. На самом деле у Elasticsearch не только этот список возможностей, то есть с ним можно и делать различные визуализации данных, хранить логи, анализировать различные объемы данных. Все, по сути, упирается только в вашу фантазию. Почему же Elasticsearch? На самом деле у него очень много преимуществ, таких как масштабируемость, отказоустойчивость, скорость и так далее. Но я отобрал те преимущества, которые, на мой взгляд, очень важны при выборе новой технологии, когда вы интегрируете его в свой проект. Во-первых, это удобство. У Elastic есть RESTful API. Все операции абсолютно выполняются через HTTP-запросы. Что очень удобно, на самом деле. Очень легко его интегрировать в уже существующий проект. То есть вам не нужно как-то манипулировать, изменять ваш сервер текущий. Следующее – это универсальность. Elastic не навязывает какую-то четкую структуру. То есть достаточно того, что ваш документ будет JSON-валидным. Это, на самом деле, отличает между SQL и NoSQL базами данных. В SQL в любом случае у вас есть четкая структура таблиц, полей и колонок. Которую вы должны придерживаться. Большая экосистема. У компании Elastic, которая занимается разработкой и поддержкой Elastic Search, существуют также различные компоненты для обработки данных и для визуализации. Такие как Kibana, Logstash, XPAC и тому прочее. Кроме них, существуют также и пользовательские библиотеки для более чем 20 языков программирования с полной поддержкой, в том числе и PHP. Для него есть пакет отдельный для работы с Elastic. И документация. Документация отлично написана. И со временем вы дойдете до того, что вам необходимо будет просто читать документацию для нахождения той или иной проблемы. Ну и популярность. Считаю, что это одна из ключевых пунктов при выборе технологии. Возможно, сейчас Elastic Search это самая популярная поисковая система с развитым сообществом и тонной информации в интернете. Такие это и видеокурсы различные, статьи, туториалы и тому прочее. Что позволяет понизить максимально низко порог вхождения для новичков. И давайте попробуем сейчас разобраться, почему же он такой быстрый. Знаем мы, что в релизионных баз данных данные хранятся в виде таблиц. Пример вот такой. И чтобы найти то или иное ключевое слово, в релизионном базе данных приходится пробегаться по всем записям в таблице. Если данных не так много, это происходит быстро. Ну, представьте теперь, что там записи больше миллиона. И приходится все эти миллион записей пробегаться и искать какие-нибудь нужные нам записи. У Elastic немного другой подход. Он использует структуру, называемую как инвертированный индекс. Что такое инвертированный индекс? Это, по сути, список ключевых слов, сопоставимый с нашими документами. То есть у каждого ключевого слова есть список документов, в которых он встречается. Располагая с такой удобной готовой структурой, поиск происходит очень быстро. Это и отличает Elasticsearch от релизионных баз данных. То есть они намного эффективнее при больших объемах данных. И основные концепты. Для того, чтобы понять, о чем я буду говорить далее, предлагаю пройтись про основные концепты Elasticsearch. Первый — это индекс. По сути, это база данных, в котором хранятся все наши документы. Индексация — это непосредственно процесс добавления наших документов в наш индекс. И маппинг. Через маппинг мы можем указывать, описывать нашу структуру хранимых документов. И не только описывать структуру, но и указывать, как делать поиск по тем или иным полям. Ну и мы подошли к самому интересному. Как же он устроен у нас в крыше KZ. Ну для начала немного фактов про крыше KZ. Во-первых, MongoDB. У нас она является основной базой для хранения наших объявлений. Elasticsearch является как дополняющая поисковая система, которая дополняет нашу основную базу данных. И в каждой из этих баз данных у нас по 8 миллионов объявлений. Как это выглядит? Пользователь, приложение и наши две базы. MongoDB и Elasticsearch. В первую очередь, приложение абсолютно всегда делает сперва поисковые запросы в Elastic. Elastic нам возвращает идентификаторы, только идентификаторы наших объявлений. И по этим идентификаторам мы запрашиваем исходные данные наших объявлений из MongoDB. По сути, мы не делаем поисковый запрос в MongoDB. Это все делается именно в Elasticsearch. И справляется с этим на отлично. То есть мы не напрягаем MongoDB с различными запросами, лишними запросами. А только то, что нам нужно из хранилища. Нужно отметить то, что Elasticsearch не хранит у нас исходные данные наших объявлений. То есть он хранит только тот минимум, который нам необходим. Пример как идентификатор. Это позволило сэкономить немного места на наших серверах, так как там просто хранится минимум данных. И где же он используется? Во-первых, это поиск объявлений. Поиск объявлений по геометкам. И обратный поиск. Про обратный поиск я чуть далее подробнее еще расскажу. Первое. Поиск объявлений. Давайте попробуем сделать какой-нибудь поисковый запрос на нашем сайте. То есть мы тут выберем количество комнат, укажем диапазон цен и вкликнем галочку не первый этаж. И как сам выглядит запрос. На первый взгляд, возможно, запрос может быть непонятным, но со временем, вникнув в эту технологию, все станет понятно. То есть мы тут указываем только те данные, которые мы указали, вбивали на сайте. То есть это и количество комнат, и диапазон наших цены, ну и с какого этажа нам делать поиск. И этот запрос мы отправляем в наш индекс AdWords через Search. Вот так вот выглядит наш ответ. Во-первых, в ответе мы видим TOOC. Это за сколько миллисекунд был выполнен наш поисковый запрос. Здесь мы видим это 10 миллисекунд, что очень быстро, если учитывать то, что в LASIK сейчас хранятся 8 миллионов документов. Следующее это Total. Сколько общих, общее количество документов, которые подходят под наш поисковый запрос. Ну и в HINTS мы видим сами документы, а точнее их идентификаторы. Мы берем эти идентификаторы и запрашиваем исходные данные, полные, необходимые, из МОГОДБ, из нашего хранилища объявлений. Давайте немного усложним наш поисковый запрос и кликнем галочку «Не последний этаж». Пользователи не так часто указывают в своих объявлениях общее количество этажей в своих домах, квартирах. И приходится делать вот такой вот нехитрый поисковый запрос через скрипт. У LASIK позволяет делать такие вот скриптовые решения. То есть по сути мы в этом скрипте проверяем, что в документе существует оба значения. Это этажность недвижимости и общее количество домов у недвижимости. И просто проверяем, если совпадает, то возвращаем в поисковую выдачу. Давайте попробуем сделать небольшой полнотекстный поиск в нашем сайте. Попробуем отбить хороший ремонт в поле поиск по тексту. Как выглядит сам поисковый запрос. LASIK позволяет делать поиск сразу же по нескольким полям документа, что очень удобно и позволяет делать поиск по всему документу. На самом деле это очень минимальный набор параметров для полнотекстного поиска. Здесь же можно указать различные опции, такие как допускаемое количество ошибок пользователя, либо различные операторы. Можем указать количество слов между нашими словами в поисковой строке. То есть, к примеру, между словом «хороший» и «ремонт». Может быть либо одно слово, либо несколько. Либо может его вообще не быть. Этим и привлекает LASIK SEARCH то, что у него очень гибкая настройка полнотекстного поиска. И поиск по геометкам. На сайте также есть поиск по картам. И в карту нам нужно расположить наши все недвижимости. На карте мы располагаем только те недвижимости и делаем поиск по ним, только которые видны пользователю. То, что не видны, мы не запрашиваем из базы. Это и не нужно. Но для того, чтобы делать поиск по геометкам, нам нужно его по-особому хранить. А точнее в маппинге мы указываем в поле, в данном случае в поле MapLocation, тип GeoPoint. По сути, точка на карте. И сам запрос выглядит примерно так. Через GeoBoundingBox в поле MapLocation мы передаем два параметра. Это верхняя левая граница и правая нижняя граница. Что формирует диагональ прямоугольника. И по этому прямоугольнику мы делаем и поиск. Если объявление находится внутри этого прямоугольника, оно возвращается. И давайте попробуем еще усложнить такой запрос. То есть тут уже не прямоугольник, а какая-то произвольная фигура, нарисованная пользователем. И как же делать поиск по такой фигуре? Все просто. Вместо GeoBoundingBox мы указываем GeoPolygon, передаем в MapLocation массив Points и в Points передаем все наши точки, которые были на карте. И Elasticsearch нам возвращает все найденные документы внутри этой фигуры. На самом деле у Elasticsearch не только эти два параметра для поиска по карте. Есть также и поиск по дистанции. Мы можем указать конкретную точку на карте и дистанцию, по которой нужно делать поиск. Также можно делать поиск по фигуре, то есть по похожести фигуры. И у Elasticsearch богатый набор функционала по поиску на карте. И дошли мы наконец для обратного поиска. Чтобы понимали, что такое обратный поиск, представьте, что у вас есть какие-нибудь готовые популярные пользователи к запросу и объявления. И нужно найти, какой поисковый запрос подходит под ваше объявление. У приложения крышек EZ есть такой функционал. То есть пользователь может сохранить свой поисковый запрос и периодически получать уведомления, то, что было опубликовано, то или иное объявление, по схожести, которые подходят под его сохраненный поиск. Считаю, очень крутой фичей. То есть пользователь имеет возможность быстрее всех получать актуальную информацию по объявлениям и, соответственно, реагировать на них. Как это выглядит? Есть пользователь 1, который хочет получать такие уведомления. И пользователь 2, который просто публикует свое объявление. Он не знает про пользователя 1. Пользователь 1 просто сохраняет поиск. Проложение тут же его сохраняет в базу данных и индексирует его в Elasticsearch. В это же время пользователь 2 просто публикует свое объявление. И в это же время наше приложение делает поисковый запрос в Elastic для того, чтобы найти подходящий поисковый запрос. Если такое находится, мы отправляем уведомление пользователю. То, что было опубликовано его объявлением. Но чтобы делать такой поиск, нам нужно сохранять и индексировать по-особому эти поля. То есть в поле Search Query в маппинге мы указываем специальный тип. Это percolator. И при индексации мы в это поле передаем наш, по сути, тот же самый поисковый запрос, про который я рассказывал до этого. То есть практически он идентичный. И сам запрос примерно выглядит вот так вот. То есть через фильтр указываем percolate и передаем поле, по которому нужно делать. И, соответственно, передаем наш документ. По сути, объявление. Со всеми необходимыми данными. Это и количество комнат, общее количество его локации, текст и точка на карте. Благодаря этому и Elasticsearch позволяет делать нам обратный поиск. И дошли мы до индексации. Само собой нам нужно как-то периодически добавлять свежие документы, либо обновлять уже обновленные редактируемые объявления в наш индекс. Она уже не может сама как-то это все делать. Или все-таки может. В нашем случае она может. А все благодаря тому, что мы работаем через Montage. Montage это демон синхронизации, написанная на голенге, которая в реальном времени следит за всеми изменениями в MongoDB и синхронизирует их в Elasticsearch. Как это выглядит? В нашу уже знакомую схему добавляется отдельным сервисом Montage, подключается к нашей хранилище данных MongoDB и следит за всеми изменениями. То есть если изменения не произошли, она в тут же в реальном времени синхронизирует их, добавляет в Elasticsearch. Оно не только синхронизирует, оно может и фильтровать, то есть отбирать только те документы, которые нам нужны в индексе хранить. То есть какие-нибудь мусорные либо невалидные данные он пропускает и не заполняет, не засоряет наш индекс. Тем самым приложение не волнуется то, что объявление было добавлено в Elasticsearch, либо оно обновлено в Elasticsearch. Это все на себя берет Montage и справляется с этим на отлично. Ну и напоследок, ребята, а все-таки нужен ли Elasticsearch? Возможно, он в вашем случае не нужен, и он может стать избыточным. И в каких случаях он может пригодиться? Во-первых, если вам нужен полнотекстовый поиск. Повторюсь, что Elasticsearch имеет богатый набор опций, функционала для работы с полнотекстовым поиском. Если вы работаете с большим объемом данных, эффективность Elasticsearch именно проявляется, когда у вас очень много данных. Это больше миллиона, несколько миллионов. Хранение и анализ логов. С этим также прекрасно справится Elasticsearch. Благодаря Logstash, Kibana и так далее. И визуализация данных. У Elasticsearch также есть компонент Kibana, который прекрасно, очень красиво все выводит, визуализирует. И для них это пустая задача. Внедрение Elasticsearch позволяет эффективно сделать ваш поиск. И его можно рассматривать как одно из решений на сегодняшний день. Для полнотекста поиска и для различных задач по поиску. Что он выполняет, по сути, эффективно и очень быстро. А на этом я завершаю свой доклад. Спасибо всем, кто слушал. Я поделился опытом, как мы его используем у нас на сайте Крышек.Изет. Не забывайте выделиться, используете ли вы его Elasticsearch на своем проекте. Хотите ли вы его использовать и планируете ли вы вообще. Но если есть вопросы, задавайте в комментах. Буду рад ответить. Спасибо. Спасибо, Мирас. У нас есть несколько вопросов для тебя. Начнем с первого. Каэржан хочет узнать про количество нодов для Elasticsearch. Сейчас на проде у нас около 10 нод на продакшене. Справляется она отлично. Окей. Я думаю, что это вполне себе ответ. Каэржан, если вы хотите какие-то уточнения или детали, вы можете написать Мирасу в Telegram. Вопрос, который опять мне в личку прилетел. Стоит ли переходить на Elasticsearch, если на нашем проекте уже используется Sphinx или какая-то другая система? Как ты думаешь? Понял. На самом деле, если вы уже используете какое-нибудь другое полнотическое решение для вашего поиска, то, думаю, не стоит переходить полностью на Elasticsearch. То есть, если у вас уже есть разработчики с опытом, с работой, например, с Sphinx или с другой системой, то полностью как-то переходить его, отказываться от текущего решения не стоит. Можно его рассматривать как отдельная задача, внедрить его, так скажем, сбоку в ваш проект и подключить его для конкретных задач. И посмотреть, конечно, набраться опыта в работе с Elasticsearch. И в будущем, возможно, уже интегрировать полностью ваш проект. Спасибо за ответ. Каиржан, который до этого интересовался про количество нодов, сейчас хочет узнать репликация документации один в один? Да, сейчас количество именно репликов одна и шардов также один. И все распределены по 10 нодам. Евгений задавал вопрос в середине твоего доклада. Ближе к концу ты на него ответил. Давай на всякий пожар еще раз произнесем. Как данные попадают в Elasticsearch? И тут Евгений перечисляет, это MongoCollector, Logstash или что-то другое. И используется ли только Elasticsearch или вообще весь набор ELK? Соответственно, Elasticsearch, Logstash и Kipan. Да, насчет ELK, это сейчас только используется сам Elasticsearch. А для индексации используемый GoLang решение, написанное на GoLang, Monstash. То есть это отдельный микросервис, который подключается в наш проект. Спасибо. Следующий вопрос от Ирдаулета. Как используете анализаторы в Elasticsearch? Да, анализаторы также есть. При маппинге мы указали. На самом деле для поиска объявлений нужны не так много анализаторов. Это по сути там простые. Это разбиение по токенам и вроде бы все. Да, ну и очистка, конечно, данных от HTML тегов. На самом деле простые анализаторы. Супер. И последний вопрос. Кроме поиска объявлений, используется ли где-нибудь еще Elasticsearch в проекте? Да, кроме поиска объявлений мы еще используем Elastic для поиска новостроек. Также он используется в поиске внутри страницы раздела почитать. Это поиск по статьям и новостям. Также есть Elastic отдельно для аналитиков. Там, где мы храним исторические данные по нашим объявлениям. Через которых они, конечно, делают различные свои задачи и тому прочее. У нас еще один вопрос прилетел. Поэтому давай на него ответим. И вот это будет последним вопросом. Есть ли что-то похожее на Monstash, но для работы с MySQL? Да, на данный момент то, что выигрывает Elastic, это популярность. И для него существует очень много решений. Как и для MongoDB, так и для MySQL. Я точно знаю, что для MySQL существуют похожие решения, как Monstash, написанные также на Golang. Либо можно использовать тот же LogStash, чтобы подключить и настроить индексацию из MySQL в кластер Elasticsearch. Я думал, что этот вопрос будет последним, но он не последний. Сергей Наврузов спрашивает, как и когда вы синхронизируете данные между Elasticsearch и MongoDB? Он делает это через Monstash в реальном времени. Отличный ответ. Лаконично и абсолютно правильно и правдиво. Yerdaulet спрашивает, почему мы используем MongoDB для хранения данных, а не другие типы баз данных SQL. Понял. Ну, наверное, отвечу коротко. Так сложилось? Да. Действительно так. Это все так. Так исторически сложилось. И на этом все. Вопросы кончились. Спасибо всем. Спасибо тебе за доклад. Спасибо тебе за ответы. Эти аплодисменты сейчас будут для тебя. На этом наш митап подходит к концу.